Так и есть. Лучше, чем Божье Слово, не скажешь. Я тоже в молитвах, как раз Павла сейчас вспоминаю, в своих молитвах. Слава Богу! Слава Богу! А я прочту сейчас из «Послания Иуды». «Послание Иуды» — оно короткое. В одну главу в сумме слилось. Это короткое письмо было, но очень такое емкое. И вот 20-21 стихи. «Послание Иуды» — 20-21 стихи. Я просто на молитве сегодня даже просмотрен утренний. Эти стихи читал. И хочу поделиться этим откровением. Он пишет здесь. «А вы, возлюбленные, наседая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего, Иисуса Христа, для вечной жизни. Аминь». Вот, и у меня здесь скачался как раз наш Денисов. Молодец. Такой вариант Библии. Оригинальный текст здесь у меня есть. Греческий. И вот эти номера стронуты получаются. Так. Короче, как буквально звучит это? На английском языке, на котором было написано послание, это самое письмо. Значит, Иуда 20-я глава, значит, ой, 20-й стих, 21-й стихи. Первая глава, его единственная глава. Это так. «Вы же, любимые, возлюбленные, дорогие…» То есть, что верующий человек, да, что я, ты, каждый из нас, да, это Богу дорогой, любимый, очень много драгоценных человек, усиливающий себя самих, или же нам еще слово сейчас «уссиливающие». Это очень интересно. «Уссиливающие». Сейчас. «Восстригать, возвратить, строить, настраивать, назидать». То есть, буквально, там, вот, имелось в виду послание Иуды, да, значит, значит, как «восстригать, возвратить, строить, настраивать, назидать, усиливающий себя самих наисвятейшей вашей веры в Духе Святом молящийся». Вот, внимание, я на чем-то вот так внимание на свое тоже акцентировал, что молясь, молясь, вообще в молитве, да, в таком единстве с Богом ты себя, получается, созидаешь, строишь, то есть строительство свое, внутреннее свое, да, допустим, свое внутреннее человека, Дух, Душа и тело, все созидается, строится, когда ты молишься, во-первых, а потом еще молясь Духом святой. Вот, и я как-то мало вот этому вниманию уделял, вообще, ну, мало уделяю своей жизни, честно говоря. И, знаете, больше эти годы последние, да, я больше молюсь умом, как бы, чем вот Духом, в Духе Святой. Но очень важно и то, и другое не упускать, как бы, и то, и другое. Как Павел говорил, что я буду молиться умом, буду молиться и Духом. То есть и то, и то важно. И для чего? Чтобы соседать самого себя, соседать, строить, как бы, самого себя, и пребывать в любви. А еще интересно, дальше он пишет, что, сохраняя, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. То есть человек верующий, да, вот, строя себя, молясь, в Духе молясь, значит, каким образом сохраняет себя человек верующий? Какая наша защита? Вот как здесь Павел пишет, и будет. Какая наша защита? У нас другой защиты и нету. Сохраняйте себя, мы можем защищать только лишь в любви Божьей. Все. Больше никак. Сохраняя себя, вот именно, и защищая. Вот ты строишь, да? Враг может приходить и рушить, допустим, да? Все это. Чтобы то, что строю, не разрушилось, да? Ты соседаешь себя, я соседаю себя, получается. А сохраняя то, что я вот построил, находясь в любви Бога. И самого себя сохраняя в любви Бога. Да и вообще и дух, и душа, и тело. Всего это касается вообще. Сохраняя себя в любви Бога. И ожидая милости. Вот. Потому что, ну, человек, отпадший от Бога, да? Человек, потерявший общение с Богом. Грешный человек, вообще, невосрожденный человек. Так, ну, как бы, более естественно такому человеку ожидать чего-то плохого в жизни. Да, значит, очень редко, даже оптимисты, вот есть такие неверующие люди, которые, ну, по жизни, все равно оптимисты. Все равно нужно ожидать какое-то такое тревожное, чего-то плохого. А в последние дни вообще, в Библии говорится вообще, что одно из таких черт, именно в последние дни, будет то, что люди будут даже издыхать, написано там в сандарном переводе, от будущего неба. То есть даже не от самих напастей, а от ожидания этих напастей будут, люди будут даже умирать. Вот. А сегодня это уже, сверачивая, может, 2000 лет оказалось как-то чем-то таким фантастичным, а сейчас то, что на самом деле, сейчас даже и медики говорят сами, врачи-меченые говорят, что мы живем в эпоху такого, как стресса, постоянного стресса, особенно в городах, да, люди находящиеся. Постоянный стресс. И вот, как он, отец Алексей сказал там, посмотришь телевизор, а в основном для большинства людей информация, из ящика, как говорят, да, и они как раньше говорили, телебез, телебез. Это как-то, ну, короче, еще давно, еще в 87-88 годы, я там к старцам ездил, молились за меня, там, эти старцы, вот, Арун, Кирилл, ну, их называли «Союзный бабушек», там все приезжали, я возле Арунка, когда я тогда послушать проходил в его Киеве, так интересно было. Ну, я был совсем очень молодой человек, конечно, а я уже старец уже, Арунка, ему было тогда, что все, там, или роспус, или больше. Вот, значит, и интересно было возле него находиться, всю жизнь он монахом, там, когда такой молитвный, интересно. Ну, понятно, у него там куча всяких своих заблуждений, суеты, но по поводу телевизора, он точно говорит, это телебез, говорит. Значит, и первое условие, нормальный, как бы, молитв, все, выключи телевизор и не включай его, вот, он и все, тогда будет все нормально, а если будешь смотреть, это телебез. Вот, значит, и мне так запомнилось, интересно было. Значит, и жизнь информации, что он начерпает, хоть в советское время, хоть сейчас в постсоветское время, все равно, ну, человек так устроен, что, как бы, в основном, негативно это все равно воспринимает. Даже если, допустим, скажешь много хороших слов, да, человеку, и среднего скажешь что-то плохое, вот, много хорошего человека, как бы, мало запомнит, а он плохое очень сильно запомнит. Просто из-за того, что произошло впадение от Создателя, вот такая трансформация волосеобразного у человека, значит, и в душе человечестве. Поэтому даже, как бы, бывает, люди даже не верующие замечают, вот, сделай норму хорошего человека, а будет что-то там плохое, что-то так получилось, и все, ты уже враг на что-то, что-то, как бы, для него. Вот, как бы, или, допустим, это, хорошие, допустим, разговоры, допустим, на ком-то, ну, хорошие говорить, хорошие, да, оно плохо передается. Хорошая информация, вот, это тоже замечают люди, она очень плохо передается. Вот, допустим, запусти, вот, примерно, запусти хорошую информацию о том, человеке, да. Вот, она, ну, один передаст, другой передаст, вот, третий передаст, может быть, вот, этот еще кому-то передаст, и все. И, ну, это заболкин будет строчить. Очень мало удачи, опять, хорошей информации. А вот скажем, что-то плохое, вот, и сразу, вот, из-за своего свойства невозрожденного разума, даже у невозрожденных, вот, если он не укоренился от любви Божьей, вот это, как бы, вот это остаточное явление есть. И плохое передается быстро. И вот, и, допустим, награды, да, вот, значит, на то, что мы позывем, да, допустим, да, вот, хорошее, что-то вырастить, надо сажать, надо стараться, надо усилий прилагать. А плохое, вот, садовники специально не надо сажать даже. Просто вброси рот, просто, значит, махни рукой, и все. Садовники специально сажать не надо, они сами будут лезть, и плюс еще заглуши даже, все хорошее, и, значит, и все, и будут там гурьяны выше забора. Вот, и, или, допустим, вот, ребенка, допустим, да, чему-то хорошему приучать, пример хороший подавать, хорошее что-то рассказывать. Очень трудно все это дается человеку, в душе, даже молодой, даже юной душе. Трудно дается вот это восприятие, хорошее. А что-то плохое, раз, вот что-то, или пример, или какое-то слово плохое, да, оно очень быстро воспринимается. Даже молодой душой. Вот, понимаете, значит, это говорит о том, что весь человеческий рот, в принципе, отбавший. Вот именно, и вот это следы этого отбавления, они очень страшны, конечно. Ну, и так во всем. Вот. И, значит, но, когда человек возрождается, вот, вот, да, когда он, значит, в Боге, как он сохраняется? Сохраняется в любви к Божьей. То есть, я могу сохраниться как верующий, только находясь, пребывая в любви к Богу. Я знаю, что, как написано в книге, что в Евдии, возлюбленные, да, дорогие, возлюбленные, там, ну, там разные переводы есть, любимые, то есть, я знаю, что я не просто там, а потом, терпимый Богом, вот, ну, Бог всемогущий, как бы, значит, ну, ладно, ну, еще и Сережа же, ну, ладно, ну, по тех, кто его, ладно, значит, ну, как, ну, ладно. А потом на небесах, ну, пусть будет там, как бы, на глаза не попадается сильно, как бы, ну, как бы, двуногих парень миллионы, для нас оружие одно, как бы, Кушнин писал. Вот, а в древности, вот, язычники мечтают, там, мифы древней Греции, там, и прочее, они тогда воспринимали Богов. Вот, чем круче Бог, там, сильнее, тем ему был Бог, он, например, как бы, на простое отселение, как бы, которое, как бы, элитарно было для него. Вот, а ближе люди всегда такие, вот, ну, такие, более низкие Боги такие. Вот, там Бог пьянский, вот этот Бог, там, Разбрат, Бог, там, да, Бог, Лич, вот еще, да, ну, такие, которые, второстепенный Бог, не аутерапир, а самые главные Боги, не им вообще, не им вообще наклевать, солидно, самого свободного человека. Вот, и вот это вот язычное представление, оно сохраняется все равно в человеческом роде, разное, по-разному. Вот, но настоящее истинное Божье, да, вот, откровение, о том, что Бог, Отец, Он любит нас, и Он доказал нам свою любовь, однажды и навсегда, каким образом отдав, самому спят, свою кровушку за нас пролить, да, то есть, вот, Сына Своего, почему вот мы евхаристы совершаем причастие, таинство тела и крови Христа, то есть, для нас это подтверждение Его любви. И как сохраняться в любви Божьей? Для меня это, вот, причастие, это одно из вот таких вот средств, которые Бог дал нам в земной нашей жизни, как сохраняться в любви Божьей. Вот, для меня это так. Как я могу своим умом просто это сохраняться в любви Божьей? Да, я размышляю о Христе, я размышляю о том, что Он сделал для меня, размышляю о крови Христа, вот, но когда я вкушаю тело и кровь Христа еще, да, я, как бы, укореняюсь в этом, то, что я знаю, что Он во мне, а я в Нем нахожусь. Вот в этом, вот это самое основное, самое важное. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Да, и если там как-то написано, то это просто звучалось. Просто там написано было так, что «Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Вот так вот. То есть, получается, что, если человек, допустим, неверующий, он больше жил, ну, не то, что это милость, а плохого в жизни своей, да, значит, и какой-то Ио, как он писал, да, значит, и Ио, так что, значит, то, что я боялся, оно и постигло меня, да, что я ожидал, оно, оно, он все равно, хотя праведничный, казалось бы, был бы, он, как бы, религиозный, праведный, как бы, жертвы, как бы совершал Богу. Но все равно, вот, а если мы возрождены, то и находимся в любви Бога, да, сохраняем себя в любви Бога, тогда вот что следующее? Ожидаем милости. То есть, я просыпаюсь, я знаю, а я ожидаю милости от Бога, от Господа Иисуса Христа для вечной жизни. То есть, вот это, Игорь, получается, это важно не только в этой временной земной жизни, это, как бы, репетиция будущей вечной жизни. Это важно не только вот сейчас, а это, я готовлюсь, как бы, для вечной уже жизни, настраиваюсь себя на вечную жизнь, вот так вот. Вот, и если человек, например, ожидает постоянно, там, что-то плохое, то он, как бы, готовит себя, как бы, сам того не понимая, конечно, вообще не понимая, готовит себя для вечной смерти, как бы, значит, да, значит, и проклятия. Но верующий, он готовит себя для вечной жизни, ожидает милости Господи всегда. Вот дарит милости Божьей. И сохраняя себя в любви к Богу. Вот это самое основное. Очень хотел бы поделиться сегодня этим словом, и сегодня даритом Хреб. Помолимся вот о древней хористии божественной. Вот, пусть Бог благословит. Вот, и, наверное, содержим сейчас таинство, да? Часть я самому. А потом уже, поделюсь еще словом, как раз и помолимся. Может, потом на другой стол будет. Спасибо, Господь, за все. Благодарим Тебя за милость и благодать Твою, Господь, слава Тебе. Сохраняем себя в любви Твоей, Божией. Ожидаем милости от Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего, Искупителя, Целителя, Освободителя. Это сохраняя себя для вечной жизни, Господь, слава Тебе, Божией, Своей, 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 И находиться в этой любви, сохраняться в любви Твоей. Боже, спасибо за все. Помогают многое, многое что помогает. Чтение Слова Твоего, размышления Божьим Словом Твоим, размышления о Тебе Твоей. Но, Боже, благодарю Тебя за таинство, что Ты на вечере той, последней вечере, последней вечере Бетского Завета, и уже первой вечере, получается, Нового Завета, Ты в завершении вечера, когда уже все было съедено, выглядело уже там, уже после завершения этого ужина, Ты взял, Господь, хлеб, преломил и дал ученикам Свою и сказал, это есть мое тело. И Ты взял чашу, ту последнюю чашу, которую, Господь, никто не поднимал, Господь. Боже, ну Ты взял ее, поднял и сказал, это есть чаша, с ее чашей есть новый Завет в моей крови, которая за Вас проливается во вспомогрении грехов. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя, Господь, что искуплен я не просто там на 99% в 90%, а на все 100%. И мы любим тобою не просто на столько-то процентов, а на 100%. Исцелен я на 100%, благоскоплен на 100%. Не на 99% даже, а на 100%. Боже, если даже в этой земной реальности сейчас я не вижу вот этого, или же сомнения, или же страхи, или что бы ни было бы, Боже, самогущий. Даже если вижу я физически вот в этом реальном мире, в котором нахожусь в материальном мире, Господь, не то вижу я, я ощущаю и дум, и мысли приходят идти. Боже, но я знаю, как сохраниться, верующий, находясь в любви Твоей. Значит, Ты любишь меня. Боже, самогущий, пребывать в Твоей любви, Господь, не пристанно, не пристанно. Спасибо тебе. В этом таинстве, причастие, харистии, предлагаю тебе, Боже, принимать чашу Твою, Господь, слава тебе. Амилуя, 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 амилуя. Я знаю, что в Твоей реальности еще намного более реальна, именно самая настоящая реальная реальность, Боже, которая реальна этой земной реальности, этого земного, друзья, Господь. Действительно, Боже, как сказано было в Мессии, совершилось, совершилось искупление рода человечества, совершилось искупление этой земли, совершилось мое искупление. На все сто процентов совершилось исцеление мое, совершилось благословение мое, совершилось, Боже, освобождение мое, совершилось полное благословение от Тебя, Господь, Отца Небесного моего, слава Тебя, Боже. И как сказано было в послании Иуды, прощенном, что возлюбленные, что мы не просто, там, второй стоп, или мы не просто тех, кого Бог терпит, или Он любит, но так любит, не любит, частично любит, нет. А возлюбленные Твои чадо, и подражаем Тебе, насколько чадо возлюбленные, слава Тебе. Боже, благодарю Тебя за кровь святую, благодарю Тебя, Господь, за тело мимо Твое, за все, за все, благодарю Тебя, Господь. Песня. 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 За кровь мы Тебя благодарим за воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим, О Дух Святой! За все мы благодарим, за все мы благодарим. За молоку, за кровь мы Тебя благодарим. За воскресенье Твое, за победу Твою. Благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим, О Дух Святой! За все мы благодарим, за все мы благодарим. Слава Тебя, Господь, и хвала! Слава Тебя, Господь! Боже, благодарим Тебя, Господь! В Верхаристия, Благодарение, совершается великое благодарение по всей нашей земле, Господь! Слава Тебя! И в этом собрании сегодня хвала Тебя, Господь! Слава и честь! Как благоуфание к престолу славы! Фимеам молитв поднимается, Господь! Слава Тебя! Благодарю Тебя, Господь! Благодарю, Господь! Благодарю, Аллилуйя! Благослови, Господь, Боже, Цари Небесный, Утешителю, Дух Истины, Ты, Который везде пребываешь и все Собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши! Святый Боже! Святый крепкий! Святый бессмертный! Хвала Тебе! Святый Боже! Святый крепкий! Святый бессмертный! Хвала Тебе! Святый Боже! Святый и крепкий! Святый бессмертный! Хвала Тебе! И слава, и честь, и хвала Тебя! Это же Бог и Царь! Боже, благослови Господь! Служу Свою Боже! Благослови Господь сейчас Служение наше! Таинство тела и крови Твоих! Благослови Господь! Сейчас нашу молитву! Боже, смогущий во имя Иисуса Христа! Боже! Боже, двоя от Твоих Тебе приносящий! А всех из-за всяких! Тебе поел, Господь! Тебе успеваем, Господи! И молимся Тебе, Боже наш! Благослови Господь нас и донеси! Боже! Благослови Господь! И соверши, Господь, Боже, 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 хлеб всей и честным телом Христа Твоего! Аминь! А то, что в чаше всей и честной кровью Христа Твоего! Аминь! Приложи Тебе к Духам Твоим Святым! Аминь! 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 Боже! Благодарю Тебе, Господь, за таинство! Ты, Господь, взял в Твоем хлеб и ловил и сказал, это есть Мое тело! Ты взял чашу и сказал, это есть Моя кровь! И, Господь, два тысячелетия, Боже, мы, Господь, прилавляем хлеб, берем чашу и провозглашаем Твою победу в крови Иисуса Христа наша победа! В Тебе наша победа! Боже, Ты наша победа, Господь! Спасибо Тебе, Боже, смогущий! Благослови Господь! Боже, и нас сейчас в этом таинстве, Боже, углуби Господь в себя! Позволь нам углубляться в Твою любовь, Господь! Покружаться в Тебя, Боже, и сохранять себя в любви Твоей, Господь! Боже, ожидая милости от Господа Иисуса Христа, Боже, для не только для земной жизни, Боже, но и для вечной, для бесконечной, счастливой, при счастливой Твоей вечной жизни! Слава тебе, Господь! Благослови Господь! Благослови Господь! Благослови! ается, Благослови Господь! Благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим, О Дух Святой! За все мы благодарим! За все мы благодарим! Аллилуйя! Аллилуйя! Тело Христово примите! Источника бессмертного вкусителя! Аллилуйя! 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 Тело Христово примите! Источника бессмертного вкусителя! Аллилуйя. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Аллилуйя. Укриняем все люди, размышляем, вкушаем, притомляем, вкушаем и размышляем о этой божественной любви, что Бог доказал нам свою любовь, отдав Сына Всего за нас. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Божий, смогущий. Слава тебе, слава тебе и хвала, Господь. Аллилуйя. 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 Благодарю тебя, Господи. Боже, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Боже, сейчас небесными твоими благами, небесными твоими благами, телом и крови. Б 투ьте. statistical любви, небесными твоими благами, небесными твоими благами. Спасибо заerteо, что небесными твоими благами, небесными твоими благами. Продолжение следует. Боже, лет но и хвocol ou хвоп. Действительно представляет Бог, и я считаю, особенно, конечно, когда Иисус пришел, когда Слово общее тело, Тима, когда Божье Слово стало телом Бога, небо вековало, земля рвалась. А сегодня наше таинство, которое мы совершаем по всей земле, каждый день, где-то там, в Африке, в Африке, в Австралии, в Евразии, в Беде по всему региону. Где-то проникается, где-то верующие, где-то в Северной Корее, даже в Канской Георгии, это не у нас, не позволяяю, чтобы он рассказывает здесь. Вот, припомляем, молимся благодаря Бога за тело этого Иисуса. Вот где-то в свободных больших церковях, где-то на уникальном, где-то неегальном, во всяком. Но вот два тысячелетия, здесь перестанут все это. Вот это все без перерыва. Продолжайте это перебитание с тело этого Иисуса Христа. Разные церкви, разные компенсии, иноменции, разные. Разные церкви. Спасибо тебе Господи. Все. Боже, благодарю Тебя, Господь, Боже, за это таинство. Благодарю Тебя, Ты в нас, Бог сущий. Ты в нас, обитающий, как в храме Своем, Божий Смогущий. Благодарю Тебя, Господь, за это таинство, храм. Храм Божий святый, храм мы, живые люди, возрожденные, принимающие это таинство, Господь сейчас, Божий. И мы действительно взявляем перед небом и землей, что мы тело Твое. Мы храм Твой святой, Господи. Аллилуйя. Слава Тебе. Живей Царствой в нас, Божьем народе Твоем. Благослови Господь, Боже, нас сейчас во имя Иисуса. Благослови Господь, и не только на же это собрание, но и во всему лицу земли. И, где бы ни были сейчас верующие, собирались либо где-то там тайно, либо явно, либо в больших собраниях, либо это просто так вот, где-то очень скромно. Боже, как бы ни было, Ты сказал, Ты Твое, Твое, собранное во имя Твое, там и Ты посреди. А в этом таинстве, вообще, Ты и я, я и Ты, каждый из нас, Боже, единство с Тобою и переживает, и ощущает блаженное единство. Ты в нас, убывание, слава Господь, Иисус Христос, а мы в Тебе, Господь, погружаемся в Тебя, Ты погружаешься в нас, мы познаем Тебя, Господь, Ты познаешь нас, и в этом, действительно, все, в этом жизнь наша. Слава Тебя, Господь. Слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да присвет на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь, лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И ни в коем любом нет спасения. Приветствую. Слава Богу, приветствую. Ибо нету Бога, и не по небу данного нам, людям, которые нам жалко нам спастись. Аминь. 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 Да, слава Богу. Тоже примите участие. Участие у нас в том, что совершилось, если с верой Иисуса Христа, Господа, нашего Спасителя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя.